МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 июля прошлого года началась капитальная реформа сферы МВД по поручению главы государства. Сейчас идет активная фаза реализации проекта. Готовность номер один. Все паводкоопасные участки Алматинской области находятся под пристальным контролем сотрудников чрезвычайных служб. В науку с малых лет. Ученики села Мойнак презентовали научные разработки в рамках конкурса «Разхалам». На 11% сокращена численность сотрудников Министерства внутренних дел. Это сэкономило порядка 16 миллиардов тенге бюджетных денег. О проводимых мерах в МВД рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном части в Сенате парламента. С 1 июля прошлого года началась капитальная реформа сферы МВД по поручению главы государства. Сокращено более 10 тысяч с половиной сотрудников. А сэкономленные средства были направлены на повышение зарплаты для сотрудников патрульной полиции, оперативно-следственных подразделений и других отделов. Таким образом, количество полицейских на 100 тысяч населения уменьшилось с 471 до 393. Это среднеевропейский уровень, отметил министр внутренних дел. Проведён анализ функции МВД и его ведомств. По его результатам упразднены 106 излишних управленческих звеньев и 1483 руководящих должностей. Также дорожно-патрульная полиция была реорганизована в патрульную. В настоящее время проводится поэтапный перевод должностей сержантского состава строевых подразделений в офицерские. Расширенный перечень сотрудников, получающих компенсацию за аренду жилья. Наряду с оперативно-следственными подразделениями этим правом наделены участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и патрульные полицейские. Эта льгота была закрыта за этими тремя службами, кроме оперативно-следственных, и на сегодняшний день из того некомплекта штатной численности, которая у нас была 17%, на конец прошлого года мы имели всего лишь 5% некомплекта. По окончанию правительственного часа в Сенате парламента главной полицейской страны ответил на самые насущные вопросы представителей СМИ. Один из них коснулся задержания контрактника, сбежавшего с оружием в Туркестанской области. Он похитил оружие, это огнестрельное оружие, автоматы и пистолеты. В настоящее время он задержан. Сейчас проводятся следственные действия по изъятию этого оружия. Завтра, после проведения всех следственных действий, а также установления его соучастников, где это оружие было спрятано, где оно было обнаружено, как оно было изъято, мы отдельно дадим информацию. Поделился глава МВД и результатами социального опроса. Таким образом, в стране лишь 38% казахстанцев старше 15 лет доверяют полиции. Азадж Маханов, Ренат Утеев, телекомпания ЖТСУ, из Нурсултана. Около 40 паводкоопасных участков имеется на сегодня в Алматинской области. Такую информацию предоставили сотрудники департамента по честь Алматинской области. Резкое потепление погоды стало причиной обильного таяния снега. В связи с этим спасатели региона начали широкомасштабную противопаводковую акцию с привлечением различной техники. Подобные мероприятия провели и сотрудники противопожарной службы Ильинского района. Подробности в материале. Речка Жар-Мухаммед – потенциально опасный водный объект для жителей одноименного села. В случае выхода его из-за берегов весь аул будет потоплен. Свыше тысячи жизней людей будут под угрозой. Волноваться не стоит. Речка на особом учете у спасателей района. Речка Жар-Мухаммед. Проводим там работы по дну углублению, берегу выпрямлению, углублению, расширению для свободного пропуска воды. Предусмотрели спасатели и крайние меры. В случае выхода речки из-за берегов в школах района развернут штаб по приему пострадавших. Теплые пледы, горячая еда и медицинская помощь – вот что ожидают потенциальных беженцев. Спасатели района во главе с Акимом района, Багдатом Карасаевым проверили один из них. Если говорить об опасных паводковых участках региона, то это село Раенбек в Карасаевском районе, в Алаколе это Камаскала, село Икпенды, Талгартус, Добастау, а также еще ряд сел в Ильском, Жамбылском и Алакольском районе. Мы проводим специальные учения, чтобы быть готовым к любой непредвиденной ситуации. Добавим, всего в регионе около 40 паводка опасных участков. Спасатели намерены провести необходимые работы на каждом из них. Будут проводиться постоянный мониторинг. Братмейстеры просят граждан отнестись со всей серьезностью к проблеме, ведь на кону человеческие жизни. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. С благодарностью в душе. 1 марта весь народ Казахстана отметит особенный день, День Благодарности. В этот день депортированные в нашу страну этносы благодарят друг друга и казахский народ, с милосердием принявших репрессированных. В преддверии праздника наша съемочная группа встретились с теми, кто не понаслышке знает, что такое благодарность. Дурсун Хусинович Мамычоглы о тяготах депортации знает не понаслышке. Тогда, в далеком 44-м, ему было 16 лет. Он был уже почти взрослый и многое понимал. Однако до сих пор, признается старец, он не понимает, за что так жестоко обошлись с курским народом, выселив из родных домов. Однажды вечером им сообщили о том, что переселяют в Среднюю Азию. Время на сборы дали всего два часа. Дорогу отправились в Питером. Трое детей, мама и бабушка. Запихали там маленький вакончик, отправили. Недалеко от Баку, там остановили. Хотели нас затопить в Каспийское море, там специально сделали, да. А потом Молотов, заместитель Сталина был. Не так, не пойдет. Объединяется, увидит, это геноцид. Так затопит. Ну, слава богу, опять паровозы стали работать. Заводили. Да, да, две паровозы. Семьдесят четыре вагона. Это Азиара, только курдые. Депортированных везли в холодных товарных вагонах и выгружали в степи. Им практически не оставляли шансов на жизнь. Так в Казахстане оказались турки, поляки, корейцы, курды и чеченцы. Было тяжело. Выжили, вспоминают очевидцы, только благодаря помощи местного населения. Казахский народ принял переселенцев с открытой душой. И, несмотря на трудную пору, помог выжить, делясь с ними последним куском хлеба. Мы с продуктами помогали. Чем могли, помогали. Одежда. Да, сами же тоже тяжело. Голод пережили же они тоже в то время. Но все равно помогали нам. Благодаря казахскому народу, корейский народ в Казахстане выжил. Ничем нельзя выразить вот эту благодарность. Мама моя рассказывала, как выгрузили нас, а казахские местные ребятишки, белыми камнями нас кидали. Мы уж сначала испугались, говорит, а потом, когда посмотрели, это был курт. Чтобы мы с голоду не умерли, они нам курт кидали. Отец всегда говорил, семеречки, когда попали они, отцу было 22 года. На тот момент, действительно, мы все, это 44-й год, это очень война шла. И никто, как говорят, зажитошно не жил. Но казахские, именно казахская диаспора, они были здесь, коренные же. Они делились куском хлеба. Они без нас ничего не кушали. Я благодарен. И мы все должны быть благодарны. И никогда это не надо забывать. Особенно молодежи. В годы массовых репрессий в Казахстан был переселен 1 миллион 200 тысяч человек разных национальностей. С тех пор прошли десятки лет. Сегодня в нашей стране в мире и согласии проживают представители 130 этносов. Казахстан, признается старейшиной, стал для всех настоящей родиной. Именно в честь благодарности мудрому и миролюбивому казахскому народу, принявшему все этносы как родных братьев, и было решено ввести праздник, День Благодарности, который ежегодно отмечается в день рождения уникального Института дружбы, Ассамблеи народа Казахстана. Надежда Белова, Нуржан Муканов, телеканал ЖДСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин